друзья всем привет вы не уходитесь на канале Юрия Васильченко и сегодня мы с вами поговорим о канарейках хочу с вами разобрать такой вопрос многие спрашивают сколько канарейка делает кладок яиц или сколько канарейка делает выводка в птенцов но поскольку выводки птенцов это уже причина следственная от яйцекладки допустим если канарейка сделает три яйцекладки удачные то и будет у вас три выводка а может быть канарейка сделает четыре яйцекладки а одна кладка будет пустая и в таком случае вы у вас будет всего три выводка так вот все зависит от питания от кормления канарейки поэтому я веду свой репортаж сегодняшний вот с этих ну можно сказать бурьяно с этого бурьяно хочу показать некоторые травы которые я даю в сезон когда эти травы созревают а именно молочно-восковая спелость вот обратите внимание это у нас трава называется суданка очень хорошо канарейки и щеглы едят вот эти вот семена затем у меня есть просо молочно-восковой спелости сейчас я вам покажу как просо растет вот друзья перед нами просо молочно-восковой спелости вот здесь уже также просо но уже немножко более поспелей но еще не совсем зрелая вот самый этот цимус надо давать канарейкам но также еще здесь у меня есть канарейчное семя но его видимо щеглы ободрали дикие сейчас пришел а колосья пустые стоят друзья вот перед нами овес молочно-восковой спелости но уже почти почти готов спелый но еще нет еще вот он мягкий там молочко вот это вот все я даю своим канарейкам также я даю им еще одуванчик семена одуванчика птичий горец дают траву такую сейчас у нас уже набирает спелость подорожник стрелки скоро сниму покажу отдельное видео то есть вот этим разнотравием то есть вот таким вот разнотравием я кормлю канареек когда они выкармливают птенцов и помимо всего прочего даю домашние куриные яйца почему домашние ну у меня есть такая возможность давать домашние яйца и мною замечено и другими моими знакомыми канароводами замечено что канарейка поедает охотней домашние яйца чем магазинные сейчас мы с вами отправимся к канарейкам я вам продемонстрирую хорошие новости есть у у меня уже канарейка одна самочка выкармливает четвертый выводок и все благополучно и выводок крепкий хороший подвижный правильно будет сказать не то что подвижный а активный немножко оговорился также друзья смотрите вот есть такая трава эта трава называется лебеда она вот скоро будет набирать семена вот здесь у нее будут такие шишки головочки тоже пойдет в корм канарейкам в общем это все по сезону это вот сейчас средина лета и все надо это давать в большом количестве как бы накачивать своих канареек потому что сейчас упустите момент потом осень зима и и ничего этого не будет друзья вот я нарезал колосья проса проса это как бы основная еда попугаев канарейкам это как второстепенная еда но вот в таком виде в молочно-восковой спелости канарейки прям на первое место это тоже очень хорошо поедают обратите внимание некоторые зерна уже зелё то есть уже желтенькие но они еще в принципе мягенькие а вот некоторые большинство тут зеленых вот там вообще прям молочко очень полезно и канарейки очень любят поэтому если есть у вас возможность сыпните куда-нибудь жменьку это вопрос ну просто корма сыпните что вырастет и там будет и проса и рапс и канареечная и лен я думаю все взойдет и будете баловать своих канарейчик друзья вот по дороге до канарейкам подорожник я нашел все знают подорожник но если кто не знает смотрите он бывает маленький это маленький а вот рядом уже видеть взрослый подорожник он тут прям на дороге вот затоптанный подорожник выпускает вот такие вот стрелки и вот если вот допустим вот видите стрелка она уже набирает набирает такие коробочки в которых находятся все имена подорожника тоже предлагаете своим пернатым очень любят это все очень полезно также можно запасать вот увидите где вот такие вот уже набитые тяжелые эти самые коробочки с подорожником режете ножницами можно хранить внизу в холодильнике можно хранить в принципе там она будут храниться если будете хранить где-то на балконе то они доспеют и будут сухие будут сыпаться то есть имейте ввиду аккуратно вот тут некоторые уже сыпятся видите так что друзья вот такие можно запасать стрелочки и предлагать канарейкам осенью или как получится у вас сохранить также помимо разнотравия и семян молочно-восковой спелости период выкармливания птенцов я даю своим канарейкам пророщенные семечки вот сейчас перед вами здесь пророщенная пшеница пророщенный овес и вареное яйцо домашнее плюс ко всему друзья помимо всего перечисленного также в клетке стоит классическая зерносмесь вон видите там и проса и рапс канареечная вот сейчас птенец туда прыгнул от радости вот благодаря такому питанию мне удалось получить 4 выводка в этом году друзья вот это наша сегодняшняя самочка которая в главной роли сегодня вот она у меня умница благополучно выкормила 4 помета своих в первом помете у нее было два птенца во втором помете у нее было три птенца в третьем три птенца и в четвертом и в четвертом ребятки тоже 4 птенца единственное у нее каждый раз был разный самец ну нет первый выводок и второй были от одного самца третий выводок от другого самца и вот этот четвертый выводок я думаю это уже будет крайний выводок это от другого самца то есть от третьего самца и здесь получились желтые птенчики один с красным с этим с чубом черным вот они такие малыши им в принципе уже скоро будут они покидать гнездо но еще и обратите внимание гнездышко этот раз у меня получается чистенько а вот за бортом все их не весь их никол то есть они вот таким образом поднимают хвостик и какашка уходит туда забор и канареечки малыши остаются в чистом гнездышке то есть это это нужно это мы добиваемся благодаря тому что у нас нужный объем гнезда и нужна глубина гнезда если сделать сильно глубокую то он не будет птенчик не будет дотягиваться и кал будет оставаться внутри если сделать менее глубокую то птенчики могут сами по себе выпадать то есть вот вот это вот что касается гнезда и всех этих нюансов это вот самый старший он уже спрыгнул кстати этого старшенького я уже вы видите покольцевал в общем я думаю в сегодняшнем видео я ответил вам на вопрос сколько канарейка может делать выводков все зависит от питания от ухода за канарейкой ну и естественно первоначально самая основа все зависит от здоровья канарейки мы должны все помнить всегда что на вывод на развод мы должны оставлять самых крепких самых здоровых канареек желательно оставлять канареек с первого выводка и оставлять их себе на потомство тогда они будут давать хорошая красивая крепкое потомство друзья продолжение моих видеороликов следует как говорится в дальнейшем я сниму тоже по вопросам подписчиков как стричь ногти канарейкам я собираюсь подготовить материал как стричь ногти и как не допускать перерастания когтей когтей перерастания в принципе при хорошем содержании канареек у птиц не должны перерастать когти это будет зависеть и от жердочек и от питания в общем сниму отдельное видео обязательно вам подробно расскажу и у ваших канареек никогда не будут перерастать когти друзья ну вот так вот выглядят рабочие будни моих канареек вот там питание яйцо пророст здесь на прищепке каждый день разное лакомство вплоть до того что утром в обед и вечером лакомство обновляется допустим если с утра у них будет подорожник то в обед не будет одуванчик а сейчас у них получается уже почти полдник я им предложил семена опроса малыш на восковой спелости завтра могу предложить им стрелки подорожника там или птичий горец траву или ту же суданку сейчас со дня на день поспевает лебеда буду предлагать лебеду то есть ребят ну вот это основа я считаю чтобы птица была здоровая крепко тогда она даст хорошее потомство кстати не за горами поспевает болгарский перец будем про болгарский перец там очень много интересного он как и краситель как источник каротина источник витаминов разных у меня свой болгарский растет так что друзья подписываемся на канал до скорой встречи всего всем доброго всего всем хорошего и успехов в канароводстве